Полиция Кашхабальского района проводит проверку по факту мошенничества под видом инвестиций в особо крупном размере. Сообщение об этом инциденте поступило в дежурную часть отдела МВД от 58-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что около месяца назад он перешел по одной из ссылок в сети интернет и оставил анкету со своими данными на одном из сайтов, где предлагался легкий способ заработка посредством онлайн-инвестиций. С мужчиной действительно вскоре вышли на связь неизвестные, которые озвучили ему инструкции, как следует начать зарабатывать. Первые вложения гражданин производил осторожно, небольшими суммами. Решающим стал фактор, когда спустя несколько дней потерпевший увидел, что его виртуальный счет внезапно увеличился в несколько раз. После этого доверчивый мужчина с полной уверенностью в правильности своих действий направился в банк, чтобы оформить на себя сразу несколько кредитов. Все полученные деньги, а их общая сумма составила полтора миллиона рублей, потерпевший, не задумываясь, перечислил на чужие счета. Ощущение финансового успеха сохранялось у мужчины ровно до тех пор, пока он не принял решение перевести свой полученный заработок с виртуального счета на реальный банковский. Совершение онлайн-инвестиций – одна из популярных мошеннических схем. Аферисты, наживающиеся таким образом, нередко создают поддельные сайты или приложения. Здесь же следует отметить, что когда доверчивый гражданин совершает денежный перевод, он зачастую думает, будто его средства переводятся на некий виртуальный счет. В действительности это не так. Все переведенные деньги сразу же оказываются в руках мошенников, в то время как баланс, отражаемый в приложении или на сайте, легко контролируется нечестными модераторами. Известия об успешном заработке посредством инвестиций сообщаются обманщиками с одной единственной целью – заставить свою жертву внести на посторонние счета новые денежные суммы. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Адыгеи изобличили 18-летнюю жительницу Майкопского района в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ. Вышли на след подозреваемые оперативники в ночное время на одной из улиц республиканского центра. При девушке-страже правопорядка обнаружили четыре свертка с веществом неизвестного происхождения. Изъятое направили в экспертно-криминалистический центр МВД по Адыгеи, где его специалисты определили находку как метадон. В отношении задержанной дознанием теперь возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до трех лет тюрьмы.